11.05 в Кирове начинается программа «Дневной разворот» в студии Анна Лапшина и Светлана Заньков. Всем добрый день. Добрый день. Два часа мы сегодня работаем, и у нас три темы на это время работы. Мы поговорим в конце второго часа, в 12.30, о том, какую программу подготовила администрация города Кирова для празднования Дня любви, семьи и верности в Кирове. Я подозреваю, что это выходные будут происходить. Ну, как всегда, да, наверное, конечно. Можно праздновать этот день каждый день, конечно. Кто ведь как. У кого какая семья. В общем, Марина Исупова придет к нам, начальник управления культуры администрации Кирова. Это будет в 12.30, повторим. В 12.06 тема другая. Мы будем говорить в очередной раз об утилизации мусора, о том, что происходит. В частности, сегодня коснемся полигона в поселке Костино. Что будет с ним после того, как введут, наконец, новый полигон в Осенцах или не введут? Не знаю. Об этом будет речь? А, я не знаю. Это ведь ты разговаривала с нашим гостем, Константином Пересторонимым, который к нам придет. Да, как-то привлекать к ответственности. Что случилось у нас в эфире? Какие-то чужие люди у нас в эфире поимедрились. Какие-то чужие люди решили поприсутствовать в нашем эфире. Так вот, значит, придет к нам Константин Пересторонин. Это общественный инспектор в сфере охраны окружающей среды. И очень яркий общественный деятель. Он сам живет в Костино и долгие годы как раз занимается свалкой в Костино. Но кроме этой большой свалки у него еще большие вопросы по заключению договоров на вывоз мусора в сельской местности. Мы знаем, что это большая проблема. А, это по территориальной схеме новый, да? Не знаю, нет. Это не только с новой территориальной схемой связано, а вообще с процессами, которые сейчас в данный момент прямо происходят. Я знаю, что Костю вызывали во вторник на административное собрание в терроруправлении Октябрьском. И пытались ему впаять какую-то ответственность со штрафами за то, что он борется. За что именно ему эту ответственность хотели впаять? И почему его не понимают и не слышат чиновники? Он об этом будет рассказывать? Может, он требует чего-то не того? Вот мы узнаем всего после 12 часов, что там в Костино происходит. А сейчас в первом части у нас не менее интересная тема, чем свалка. Потому что что же может быть интереснее, чем птичий грипп, мы считаем. И у нас есть сведения, это уже распространено официально на всех официальных порталах и СМИ, что в ПФО, в Приволжском федеральном округе зафиксированы вспышки птичьего гриппа. Грозит ли это заболевание городу Кирову? Мы должны разобраться с этим только со специалистом. И поэтому пригласили Сергея Чучалина, начальника управления ветеринарии Кировской области. И спасибо, что ты, Анечка, выделила большую букву. Это Владимир, ветеринарии Кировской области, главный государственный ветеринарный инспектор Сергей Федорович. Добрый день. Сергей Чучалин, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, итак, вот такие сведения есть. Птичий грипп надвигается на город Киров. А что же в реалии сейчас происходит в Приволжском федеральном округе? И насколько мы защищены от этого заболевания? Ну, прежде всего, птичий грипп – это официальное название? Грипп птиц, вы сказали. Заболевание, птичий грипп – это болезнь человека. В ветеринарии гриппом болеют птицы. Вот ты видишь, можно говорить в ветеринарии? Можно. Так же, как и деньгами и деньгами. Хорошо, знаешь. Действительно, ситуация по гриппу птиц складывается очень напряженно. В текущем году, особенно в июне месяце, в Российской Федерации, особенно в Приволжском федеральном округе, зарегистрировано 38 вспышек заболевания. Особенно болезнь распространяется в Пензенской области, в Самарской, в Саратовской. Продукция, произведенная на одном из предприятий Пензенской области, поставлялась в большинство регионов Российской Федерации. Мы говорим о фарше, произведенном из мяса индюков. Мы оперативно очень отработали, получив информацию с Федеральной службы Россельхознадзора по Кировской области Удмуртской республики. В прошлые выходные мы всей службой работали, во всех районах области, смотрели в различных торговых организациях, на базах, на складах наличие данной продукции. Ой, а как вы, правда, поймали. То есть вам вот собственники этих складов, магазинов, они документы какие-то предоставили о том, что вот такая у них была продукция из Пенза? Или, как вы выяснили, просто по квартирный обход, ну, по магазинный обход, это ведь очень долго. Конечно, вот выстроена в Российской Федерации система Государственной ветеринарной службы, вертикально интегрированная система, она позволяет на сегодняшний день, в том числе вот вновь сформирована система электронной ветеринарной сертификации, позволяет в случае выявления на всех стадиях обращения опасной некачественной продукции, ее выявлять. Поэтому, конечно, мы немедленно, благодаря вот той сформированной базе электронной ветеринарной сертификации, мы выявили факты поставок в Кировскую область данной продукции. Конечно, это очень трудоемкая работа, приходилось выбирать торговые сети, в первую очередь, это федеральные, региональные, крупные базы получателей данной продукции, находящиеся на территории Кировской области. И действительно выявили, что федеральные сети, это мы говорим распределительные центры, которые у нас на территории области созданы, это в Кирово-Чепецком районе, в Юрианском районе, на данных объектах находятся и работают врачи государственной ветеринарной службы. То есть мы выявили факты поставок вот такой потенциально инфицированной продукции. Так, а вы образцы брали на исследование? Да, были отобраны. Или всё изъяли полностью? Работа не прекращается на сегодняшний день. Конечно, все образцы были в прошлую пятницу отобраны, направлены на лабораторные исследования. Вот все возможности нашей лабораторной базы на сегодняшний день, они позволили в конкретном случае выявить вирус гриппа птиц в данной продукции. Так, и что было с этой продукцией, с этим фаршем? Конечно, все немедленно были уведомлены, руководители организации торговли, кто являлся собственником данной продукции, а немедленно при остановке оборота данной продукции, изъятие из оборота, из районов области, из сетей, и последующим направлением на уничтожение данных остатков продукции. Кроме Кировской области, данная продукция, в том числе с распределительных сетей Кировской области, направлялась и в соседние регионы, Республика Коми, Удмуртская республика, Архангельская область. Тоже мы немедленно всю информацию оперативно направили руководителям ветеринарной службы данных регионов. Вот мы все говорим, птичий грипп, грипп птиц, продукция изымается, уничтожается. Это опасно для человека, я так понимаю, употребление такого мяса в пищу, даже после термической обработки. Нужно сказать, что и успокоить отчасти человека, потребителя данной продукции, что термическая обработка, опять же, тщательная термическая обработка с проваркой, с прожаркой, в том числе в толще куска мяса, она обезвреживает, мы говорим, да, и вирус гриппа птиц погибает. Тщательная это сколько минут? Ну извините, нет, в общем, короче говоря, котлетка без крови, а не медиум, а что там называется? Какой медиум, как курица? Хат, а что? 100 градусов убивает вирус гриппа птиц мгновенно, поэтому... Мгновенно. Поэтому говорить об опасности для человека, конечно, после тщательной термической обработки, значит, продукция безопасна будет. Здесь же мы рассматриваем опасность в том, что человек при приготовлении, опять же, пищи, и после употребления пищи часть продукции сырья, не подвергнутой термической обработке, может попасть в отходы, в бытовые отходы, куда население, если раньше пищевые отходы вывозились, на свинокомплексы подвергались термической обработке, то на сегодняшний день человек пищевые отходы сбрасывает и размещает в контейнерах для твердых бытовых отходов. Далее эти контейнера вывозятся на полигоны, и на этих полигонах птица, для которой доступ очень сложно перекрыть, может данные остатки пищи, остатки сырья склевать. Поэтому дальше цепочка уже продолжается. Дикая птица, синантропная птица подключается. Что такое синантропная птица? Синантропная птица – это наша, так скажем, птица, которая обитает рядом с человеком. Там в городе голуби, воробьи и прочее. Воробьи, сороки и так далее. Другие птицы, которые живут рядом с человеком. Они заболевают гриппом, заражают друг друга, переносят заразу. Да, они могут заболеть, они перезаражают другие виды птиц, уже дикий перелёт на чайки. И чайки могут в поисках пищи посещать водоёмы. На этих водоёмах перелёт на птиц, она за последнее десятилетие стала устойчива к вирусу гриппа птиц. Но эти вирусы, они разные, разных типов циркулируют на территории не только Российской Федерации, но и стран Азии, Южной Азии, особенно Африки. Поэтому мы, Российская Федерация, постоянно находимся под угрозой заноса данного заболевания. Но и вот за последние десятилетия отметили, что с миграцией дикой перелётной птицы, разная траектория, мы говорим, миграция, это со стран Европы, со Средней Азии, с Юго-Восточной Азии, с Африки, настолько произошла рекомбинация вирусов гриппа птиц, которые сегодня особенно представляют опасность не только человеку, как потребителю конкретной продукции, но и в плане подрыва предовольственной безопасности в части производства мяса птицы, яйца, других видов выработанных из мяса птицы. Вот эта рекомбинация говорит о том, что мы вырабатываем вакцины от одного вируса, а там уже целый комплекс других совершенно вирусов. Вы об этом говорите? Мы говорим совершенно об одних вещах, о том, что биологическая промышленность, в частности ветеринарная биологическая промышленность, очень оперативно реагирует на данные циркуляции, рекомбинации, и в частности в Российской Федерации выработана и производится биофабриками очень эффективная вакцина против гриппа птиц, которую мы в прошлом году получили. По нашему запросу Минсельхоз России выделил Кировской области порядка 250 тысяч доз, и активная работа по иммунизации домашней птицы была начата в конце прошлого года. А мы какую птицу имеем в виду? Та, которая на фабриках или личные хозяйства? Мы ведем работу прежде всего в двух направлениях. Это птицефабрики, это очень с крупным поголовьем предприятия. В первую очередь это обеспечение работы режима закрытого типа. То есть на сегодня бизнес и озабочен, и понимает все вопросы, над которыми работает, с большим пониманием совместно работаем. Птицефабрики не только обеспечивают режим работы закрытого типа, но и исключают любое попадание не только дикой птицы, синантропные птицы на территории птицефабрик, убирают и прокладывают в землю линии электролинии, сети электроснабжения, перекладывают иные коммуникации в землю, чтобы не было возможности птицам садиться на эти коммуникации. Мы сейчас прервемся на полминуты и продолжим разговор по этому поводу с Сергеем Чучариным, начальником управления ветеринарией Кировской области. Итак, в Привозском федеральном округе зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Как управление ветеринарией Кировской области профилактирует нас, собственно говоря, и домашних животных от того, чтобы вспышка такая произошла и в Кировской области, мы об этом говорим сейчас с Сергеем Чучариным, начальником управления ветеринарией Кировской области, главным государственным ветеринарным инспектором. Вот на самом деле, Сергей Федорович, это очень интересно, что Вы рассказываете, что сейчас в птицефабрике бизнес на требования, которые Росельхознадзор предъявляет, и Минсельхоз предъявляет бизнесу в смысле безопасности от заражения такими вещами, что они его выполняют. Я теперь понимаю, что беспрекословно выполняют, они не сопротивляются, делают всё вовремя, и Вы их инспектируете регулярно. Какое-то тяжёлое было что-то сейчас. Потому что перекладка коммуникации — это дело довольно затратное. Бизнес понимает, и, конечно, мы всегда приводим примеры тех предприятий птицеводческих, когда полностью всё по голове уничтожается. И, конечно, тот ущерб, который наносится, он несоизмерим с теми затратами, которые требуются для обеспечения биологической защиты данных предприятий. Сколько у нас птицефабрик осталось в Кировской области? На территории области 5 птицефабрик. Конечно, все птицефабрики находятся под контролем. У нас совместно работают районные ветеринарные станции с руководителем птицефабрик. Мы такой проводим аудит ежегодно, особенно тогда, когда в весенний период, в преддверии вспышек, опять же говорим, да, с учётом перелёта, дикой перелётной птицы, такой аудит проводим на предмет защищённости. Поэтому здесь стараемся не только ограждения, санпропускники, дезбарьеры смотреть, где отгрузка продукции осуществляется, но и в том числе, как организована работа с персоналом. То есть все работники птицефабрик должны подвергаться медицинскому осмотру перед входом. Каждый день? Каждый день. Потому что, ещё раз говорим, болезнь общая для человека и животных. Поэтому человек, заболевший вирусом гриппа птиц, H5N1 или другим типом вируса, он может передать, да? И человеку, и животному. И человек может передать птице, в частности, данный вирус. На птицефабрике. Но у нас в Кировской области, кроме наших птицефабрик, поставки из других регионов, они просто огромные. Мы знаем соседняя Акашевская птицефабрика, которая заполонила просто все прилавки. Я, конечно, неоднократно проезжая мимо этой птицефабрики, вижу, что она выглядит очень современно. Большой, гигантский просто промышленный комплекс. И сейчас мы вспоминаем историю с пензой, которая, собственно, явилась таким очагом распространения птичьего гриппа, как выяснилось. Ну, кстати, вот 189 килограммов, да, было заявлено, что было изъято, обнаружено такой вот продукции, изъято и уничтожено, или будет уничтожаться. Ну, вроде как вот 200, чуть меньше 200 килограммов, я не знаю, много это или мало. Есть у нас сведения, какое вообще там, например, количество продукции, да, из птицы реализуется в Кировской области, не знаю, ежемесячно? Одно это имеешь в виду, или именно из пензы? Ну, мы опять же говорим, что не только одна птицефабрика, да, из пензенской области поставляла полуфабрикаты, мы говорим, да, не только фарш классический, фарш по-домашнему. Ну, в двух видах фарша, да, был выявлен вирус гриппа птиц, ну и другие полуфабрикаты, это и бедра, голени, грудка и так далее. То есть мы промониторили все, и не только с этой птицефабрики, мы усилили мониторинг и по другим птицефабрикам, в частности, птицефабрика тоже в Пензенской области, Васильевская, это птицефабрика бройлерного направления, значит, на которой тоже произошла вспышка гриппа птиц, тоже в Пензенской области, поэтому из данной птицефабрики тоже продукция была выявлена, уже не в федеральных сетях, а в организациях торговли, в районах области, в ряде районах. Поэтому и по данной продукции тоже мониторинг провели, но, к нашему счастью, вируса не было обнаружено. Конечно, здесь в плане защиты и человека, и благополучия территории области, обеспечения, игра — это вопрос оперативности принимаемых мер, потому что вот оперативность, которая по вертикали государственной ветеринарной службы отработана, она позволила нам именно промониторить продукцию, которая была выработана на следующий уже день после поставки продукции. Поэтому вот эта своевременность выявления, она позволяет сегодня изымать из оборота и не дать возможности распространению возбудителей опасных заболеваний. Сергей Федорович, вот я подумала, вы выявили эти 189 килограммов из яли, а сколько было уже реализовано этой продукции к этому моменту? Мы можем сказать, у нас система показывает... Мы работаем сейчас с федеральными сетями, опять же, очень большие сети, мы говорим, более сотни магазинов у каждой федеральной сети, поэтому сейчас уточняются все, еще раз говорим, остатки, все объемы, которые поставлялись. И мы видим, что есть понимание у предпринимателей, которые ранее завозили с регионов, которые сейчас неблагополучную продукцию, сейчас предприниматели стараются воздержаться временно, мы говорим, да, от ввоза, именно чтобы минимизировать риски, в первую очередь, конечно, своему бизнесу. Потому что все места складирования, хранения продукции, они признаются инфицированными объектами. И потом обрабатывать надо. Конечно, их нужно обрабатывать, это потери бизнеса, конечно, через суд можно взыскать с поставщиков, значит, те потери, тот ущерб. Но это долгий процесс. Это долгий процесс, это финансовые издержки, это своего рода, конечно, это ущерб бизнесу наносится. Поэтому мы стараемся бизнесу подсказать своевременно, предупредить, информировать о тех регионах, где заболевания есть, откуда воздержаться. То есть не все могут очень глубоко погрузиться в такой термин, как регионализация субъектов Российской Федерации по заразным болезням. Данная процедура проходит с прошлого года. Все документы выложены на официальном сайте Россельхознадзора Российской Федерации, где каждый желающий, кто участвует в обороте продукции различного рода, произведенной из различных видов животных, оценить состояние и благополучие любого субъекта Российской Федерации, любого региона, района в субъекте по более чем 100 болезням сельхозживотных. Поэтому не каждый может, и мы помогаем, мы подсказываем, мы направляем, где благополучие, где закупить, где какие ограничения. Потому что это очень все завязано, вся эта работа, и мы видим, что мы находим понимание у бизнеса. И, конечно, обращаемся к тем, кто еще не настолько тесно работает с государственной ветеринарной службой, именно обращаться в управление ветеринарией Кировской области с целью определения благополучия местности, условий вывоза, перемещения животных, продукции, обращаться в управление ветеринарией Кировской области. В общем, вы всегда подскажете. Да, мы подскажем. Про частное хозяйство надо поговорить. Да, обязательно. Да, частное хозяйство, мы считаем, это личное подсобное хозяйство, это самые уязвимые категории хозяйств, от которых в целом зависит благополучие не только, мы говорим, территории области, но и благополучие сельскохозяйственного бизнеса. Потому что по условиям регионализации, мы говорим, это корпоративная безопасность. Если возникнет в каком-то личном подсобном хозяйстве, в любом даже отдаленном уголке Кировской области, где там и сельхозпроизводство не развито, но возникнет в личном подсобном хозяйстве, любое из особо опасных заболеваний, будут наложены ограничения на весь регион. Регион или район? На район однозначно, на регион. Поэтому здесь мы говорим, что и бизнес, который и выполняет требования правил, к которому претензий нет, но по условиям введения условий регионализации, карантина, ограничений, мы говорим, бизнес понесет косвенный ущерб, не прямой от вспышки, а косвенный, из-за введенных ограничений, запретов и так далее. Но они просто не смогут продавать свои продукции. Да, то есть за пределы региона, мы говорим, будет невозможно вывести продукцию. А с учетом внешнего товарооборота, торгового оборота продукции, мы это все видим. Конечно, это потом восстановить вот те торговые, хозяйственные связи с контрагентами в других регионах будет очень сложно. А подстраховаться маленькое хозяйство может каким образом? Только вакцинация? Не застрахован ведь так-то никто, что может занести какая-то приблудная птица, приблудная чайка, какую-то заразу. Да, управлением разработаны памятки, они постоянно обновляются. При проведении противоэпизотических мероприятий доводятся до всех владельцев личных подсобных хозяйств. На нашем сайте размещается информация. Мы попросили все администрации районов разместить на своих сайтах разделы ветеринария, где размещаются тоже памятки по гриппу птиц, по бешенству, по африканской чуме свиней. Ну и коротко скажу, что для владельцев личных подсобных хозяйств основные требования, это, конечно, тоже мы говорим, закрытый тип содержания. Мы не говорим, что птица должна быть в сарайчиках, в скученных помещениях, в духотеле. Летом, конечно, это должны быть помещения, обнесенные сеткой рабицей. Вольеры, вольеры. Вольеры сеткой рабицей огорожены и сверху сплошной настил, чтобы пролетающая птица не смогла свой помет, выпавший, оставить в этом вольере, чтобы птица не смогла подойти к кормушке, к поилке и оставить, опять же, мы говорим, в помете вирус гриппа птиц. Вот это основное требование. Ну, конечно, мы ввели в прошлом году, вот, спустя непродолжительное время благополучие территории Российской Федерации по гриппу птиц, но вот с учетом обострения ситуации мы организовали в личных подсобных хозяйствах вакцинацию против гриппа птиц. Это платно для владельцев? Или все-таки у них какие-то льготы есть, вот если небольшое хозяйство? Для владельцев личных подсобных хозяйств, мы говорим, это достаточно доступная процедура, поскольку вакцина поступила за счет средств федерального бюджета. Для владельцев личных подсобных хозяйств она бесплатная. Здесь единственные расходные материалы, которые стоимость шприца и так далее. А, то есть колют еще птицу-то? Я-то думала, что как-то капельки в нос. Я думаю, либо капельки, либо, может быть, вместе с пищей. Нет, это вакцина. Вакцина в пол. Конечно, это инъекционная форма введения, поэтому... Ну, шприц стоит недорого. Но это доступно, значит, для владельцев личных подсобных хозяйств. Вот в прошлом году чуть более 50 тысяч голов было провакцинировано в конце года, и в текущем году уже более 70 тысяч голов птицы провакцинировано. Вот если бизнес идет сознательно, они понимают, они все считают, то частные хозяйства, они сами заявляются, насколько они охотно идут на это? Ну, надо сказать, что у нас в Кировской области владельцы животных, птицы... Ну, так, у нас система такая вот выработана, что ежегодно, да, раз в полгода проводятся противоэпизодические мероприятия, и ветеринары рассказывают, объясняют, доводят до разума, в чем опасность. То есть можно сэкономить на малом, да, но потерять очень много. Поэтому в большинстве случаев, конечно, в абсолютном большинстве мы говорим, да, люди соглашаются и проводят данную процедуру. Прервимся сейчас на полтора минуты у нас реклама. Что именно нужно разъяснить людям, как, собственно говоря, выглядят эти признаки птичьего гриппа у животных и у людей сразу после короткого перерыва. Продолжаем разговор с Сергеем Чучалиным, начальником управления ветеринарией Кировской области. И мы обещали до перерыва все-таки рассказать о признаках болезни, которые называются птичий грипп, у животных и людей. Итак, что с птицами происходит? Как они выглядят, заболевшие? – Характерные симптомы гриппа птиц – это кашель, хрипы при дыхании, посинение гребня, сережек, параличи крыльев и ног, отёги подкожной клетчатки, головы, шеи, ну и ряд других признаков, которые зависят от вирулентности вируса гриппа. – Тяжёлая, очень тяжёлая это. – Тяжёлая форма заболевания. Есть остро, сверхостро, есть хроническая форма. Опять же, мы говорим, домашняя птица особенно подвержена заболеванию, и смертность, конечно, среди домашней птицы очень высокая. – Если человек в подсобном хозяйстве на птицефабрике, понятно, видит, что одна из птиц вот так вот себя подозрительно ведёт, есть шансы её как-то быстро изолировать и спасти остальных? – Конечно, мы говорим, что не только грипп птиц, есть и другие болезни, которыми болеют птицы. Здесь владелец должен немедленно обратиться, конечно, в государственную ветеринарную службу. – То есть хватаешь птицу под мышку и бегом? – То есть мы берём на себя всю дальнейшую работу, это проведение диагностических мероприятий, установим причины гибели, проводим вскрытие, устанавливаем всё-таки, от чего птица погибает. – И проверяете всех там животных, которые есть. – Да, ну и, соответственно, дальше уже есть профилактические мероприятия, мы говорим о иммунизации, не только от гриппа птицы, другие болезни, которыми болеют птицы. – А у человека какие признаки птичьего гриппа? – Ну, характерны признаки для острых респираторных заболеваний, мы говорим только течение, оно более сложное, тяжёлое, да, и осложнение, которое даёт вирус гриппа птиц на другие органы, значит, человека. – Фактически на все, я тут смотрю, и почки, и лёгкие, и мозг. – Да, именно опасность от последствий, от осложнений, которые вирус гриппа вызывает. – Но человек как-то может понять, что с ним не просто ОРВИ, то есть для этого кровь надо сдать, или как выявляете? – Опять же, мы говорим, всему главное – это диагностика. Поэтому самое главное – своевременно обратиться к медицинскому врачу, не заниматься самолечением, потому что только врач определит предварительно признаки, предварительный диагноз поставит, произведёт отбор проб, мы говорим, мокроту, да, слизь, из течения проведут лабораторные исследования, и уже дальнейшее лечение будет определено по результатам исследований. – Ну вот здесь я вижу, что инкубационный период составляет от 1 до 7 дней. Болезнь имеет острое начало с высокой температурой болями в мышцах и суставах, ну как грипп, да, температура около 38, держится 10-12 дней. – А это много. – В тяжёлых случаях сохраняется до нехорошего исхода. Пневмонии, ларингит, ренит, бронхит появляются на второй-третий день, возникает сильная боль в горле. Ну, в общем, короче говоря, товарищи, если такие признаки только начинаются, конечно, надо сразу идти к врачу, потому что птичий грипп, он не реагирует на такие лекарства, которые мы привыкли часто. – То есть обычные, противовирусные и так далее. – Не помогает, да? – Нет, это надо обязательно идти сразу же к врачу, сразу же брать пробы и лечиться соответствующими препаратами. Про бешенство? – Да, только я хотела людям напомнить о том, что покупая продукцию, мясо и прочее, и тебе, между прочим, тоже прожаривайте, пожалуйста. – В мою сторону, потому что я очень люблю сырое мясо. – Ну, и, конечно, мы еще дополним, что при приобретении продукции обязательно надо требовать ветеринарно-сопроводительные документы. Это те документы, которые подтверждают… – Слушай, ну в магазинах никто не требует, Сергей Федорович, ну никто. То есть мы уверены в том, что если продукция поступила в магазин, она качественная. Если это особенно гастроном, супермаркет, большой магазин, если это не маленькая лавочка какая-то. – Мы еще раз напоминаем для всех потребителей продукции, независимо магазины, это торговая сеть. Любые сомнения, если возникает у человека, каждый потребитель вправе потребовать ветеринарно-сопроводительный документ. У нас и такие случаи были, когда в управление обращались жители нашей области, когда приобретали не мясо птицы, а других видов животных, мясо в магазинах, не видели клеем следов. Вопрос показать ветеринарно-сопроводительный документ, тоже такой документ не был представлен. Поэтому здесь уже проводились проверки данных организаций торговли, данные нарушения, конечно, выявлялись. Поэтому здесь, опять же говорим, человек должен заботиться о своем здоровье, конечно, сам. И если такие вещи будут, такие факты, конечно, просим немедленно направлять в управление ветеринарией Кировской области. Бешенство. Да. Лето. Лето. Лето, да. Что у нас бешенство? И Нижний Новгород нам опять, по-моему, подкинул сюрприз, да? Да. Нижегородская область. Новая вспышка африканской чумы свиней. В прошлом году 11 очагов африканской чумы свиней было. Особенно в дикой природе нас волновали, да, эти случаи, вот, когда уже в левобережной зоне реки Волги, это Семеновский район, Кавернинские районы, мы говорим, не приграничные, да, но находящиеся в близости от границ нашей области, были зарегистрированы очаги африканской чумы свиней. Ну и, конечно, мы прогнозировали, что даже после ликвидации, да, после проведения, мы говорим, не отчуждения, да, как домашних свиней, а после допопуляции дикого кабана, вирус... После отстрела. После отстрела, мы говорим, да, термин такой допопуляция кабана, вирус африканской чумы свиней, он очень устойчив во внешней среде, в природе. Он может сохранять способность заразить животное десятилетия. Вот, поэтому дальше достаточно у нас было примеров. Вот с 2008 года мы постоянно анализируем, как вирус, да, может попасть на фермы, в личное подсобное хозяйство. Мы говорим, что человек является основным переносчиком человек, основной фактор переноса вируса африканской чумы свиней. Человек пошел в лес за грибами, за ягодами. Должностные лица, кто занимается охотхозяйственным устройством, лесники по роду деятельности ходят в лес, содержат дома домашних свиней, на одежде, на обуви, заносят вирус в личное подсобное хозяйство. Поэтому вот эта вспышка после непродолжительного благополучия, да, мы говорим, Нижегородской области, вспышка, опять же, говорим, в личном подсобном хозяйстве от трех голов свиней. Были взяты материалы, происследованы, и выявлен вирус африканской чумы свиней. Опять же, мы говорим, что связано с тем, что, скорее всего, и подъем заболеваемости, да, он идет в летний период. Именно тогда, когда человек активно начинает мигрировать, перемещаться. В южные регионы страны поехал отдыхать по пути, где-то на обочине приобрел сало копченое, соленое. Какое бы оно ни было вкусное, человек никогда не поймет, есть там вирус африканский чумы свиней или нет. Дальше, приехав домой, не использовав, да, все сало, может также опять выбросить в контейнер с ТБО. А там кто-то съест. Отходы снова попадают на полигон ТБО. Крысы. Дальше, да, подключаются уже мышевидные грузины, хищники, волк, лисица, ворона. И, проходя пищеводительный тракт через данных вот животных, вирус, он разносится на большие территории. Дальше подключается кабан. Кабан заболевает. Ну и снова цепочка, мы говорим, да, этот круг замыкается. Дальше уже по следам кабана идет человек. Человек заносит в личное подсобное хозяйство. Из личного подсобного хозяйства человек заносит на свинофермы. Поэтому здесь на всех этапах, мы говорим, циркуляции вируса африканской чумы свиней, нужно предпринимать все меры по разрыву вот этой цепи. Поэтому здесь по африканской чуме свиней нет средств профилактики, как против гриппа птиц. Здесь еще раз говорим, используются все такие превентивные меры. Это режим работы закрытого типа. Ну и, конечно, в соответствии с планом мероприятий по предупреждению распространения африканской чумы свиней, до конца 2018 года все категории хозяйств должны быть переведены на третий, четвертый уровень компартмента. Это такой термин, это такая процедура, мы говорим, обеспечение биологической защиты. Она касается всех независимо. Свинокомплексов, свиноферм, крестьянских, фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств. И в соответствии с планом те организации и владельцы хозяйств, независимо от форм собственности, кто не сможет третий, четвертый уровень соблюсти, должны быть переведены на альтернативные виды животноводства. То есть от хрюшек они отказываются и кого-то другого начинают разводить? Это необходимо пройти, вот этот этап вообще для всей территории Российской Федерации, сохранить промышленное свиноводство в закрытом типе, да, обеспечить благополучие. А из частных хозяйств свиней убрать? В личных подсобных хозяйствах мы говорим, что и вот то, что регистрируется сейчас в Российской Федерации, мы видим, что регистрация идет в личных подсобных хозяйствах. Поэтому здесь неминуемо, вот по опыту освобождения от данной болезни государств, больших таких, как Испания, Португалия, которые на протяжении многих десятилетий боролись с данным заболеванием, как оздоровить территорию страны. Без, вот именно без запрета на введение, на разведение животных в личных подсобных хозяйствах не удалось решить вопрос. Например, в Испании, король Испании издал указ в прошлом веке, на протяжении безуспешных методов борьбы с африканской чумой свиней на протяжении 35 лет после издания указа соответствующего обеспечить режим закрытого типа свиноческих хозяйств и запрет на содержание в личных подсобных хозяйствах, после этого страна стала свободна от африканской чумы свиней. Сергей Федорович, овец, коз и коров можно содержать в честных хозяйствах? Мы говорим, есть законодательство Российской Федерации в сфере ветеринарии, много разных правил. Есть правила по содержанию, по проведению противоэпизотических мероприятий, по профилактике болезней. Не, подождите, вы сказали, до конца 2018 года нужно избавиться от свиней в частных хозяйствах? Мы говорим перепрофилировать. А вес можно сохранить? Мелкий рогатый скот, крупный рогатый скот, мы говорим, это иные виды животноводства. Опять же, с соблюдением правил и проведением всех обязательных. А про бешенство это вообще тема такая очень важная. У нас, наверное, огромное количество частных хозяйств содержит хрюшку для себя. Я хочу сказать, что не только эта тема важная. Уже стало очевидно, что про бешенство мы не поговорили. Так что Сергею Федоровичу мы говорим до свидания и в скором времени услышимся по поводу как раз бешенства. Да, вопросов очень немало, много мы говорим. Самое главное, что мы всегда находили понимание у владельцев животных, продукции. Поэтому продолжим разговор далее. Спасибо. Сергей Чучельный, начальник управления ветеринарии Кировской области, был у нас в гостях. Мы со Светланой Занько не прощаемся и вернемся в следующем часе.